Молоток, самовар и большая ваза. Эти вещи явно были лишними в одной из квартир на северо-западе Челябинска. Мужчина принялся выкидывать свои вещи с восьмого этажа. Чем все это обернулось, смотрите в сюжете. Это видео было снято в одном из дворов по улице 250-летия Челябинска. Житель многоэтажки решил избавить квартиру от хлама и начал сбрасывать вещи прямо из окна. Такие методы понравились не всем. Все на машину на него попало. Всю машину раздолбали. Местные рассказывают, они уже хорошо знают этого товарища, ведь мужчина не в первый раз вытворяет подобное. И даже состоит на учете у психиатра. На место вызвали охрану и полицию. Но остановить дебошира оказалось не так-то просто. Уже приехала Витязь, полиция. Полиция поднялась, но безрезультативно. В итоге квартиру пришлось вскрывать спасателям. Безумцы передали бригаде медиков. Потянуло на балкон и этого нескромного Челябинса. Видео было снято на том же северо-западе. Мужчина решил проветрить свое достоинство и голышом встал на подоконник. Очевидцы сообщают, что так он простоял почти час. Неспокойно было и в Чурилово. Там компания молодых людей устроила ночную тусовку. На часах в это время было два часа ночи. По словам автора видео, громкая музыка сопровождалась криками и разборками. Разгонять балаган пришлось всем двором. А это видео было снято на улице Суркова. Молодой человек, видимо, хотел научить друзей кататься на электросамокате. Но что-то пошло не по плану. Челябинец сбежал. Сейчас его разыскивают полицейские. Ищут они и вандалов, которые прошлись по этому подземному переходу. Яркие рисунки возле детского мира кто-то щедро залил черной краской. Известно, что место начали украшать юные художники в рамках фестиваля стрит-арта «Переход». Как сообщают в телеграм-канале «Дом архитектора», мероприятие продолжится до 5 июля. То, что испортили, поправят. А вот реанимировать эти цветы уже вряд ли получится. В Челябинске неизвестные продолжают вырывать петунии. Улицы красные. Наши цветочки. Вот одно вырвали. Это видео снял сотрудник горзеленхоза. Челябинец отметил, что подобное произошло по всей улице. Напомним, кашпо с цветами начали устанавливать на улицах в конце мая. Проблему с их порчей уже обсуждали в мэрии города. Поисками вредителей занимается полиция.